Сразу перед тем, как начать, я бы хотел защититься, сказать, что я непрофессиональный журналист. Ну я тоже непрофессиональный журналист. Господин президент, вот посмотрите, и вряд ли вы цените рифмованных лидеров, но мало ли скажете, останови, надо подумать выйти. Вот, вот, то есть я могу тупить, могу... Я профессиональный журналист. Да. Серьезно? Я магистратуру закончил, получас. А, ну если что... Ты единственная солидинация. Да, где-то я могу просто этикет, не этикет, вот это может где-то не буду соблюдать, в плане того, что не знаю, как правильно изъяснить, сформулировать свою речь и так далее, потому что, когда я делал исследование по вам... Есть одно правило, вообще нельзя заморачиваться. Во, вот, тогда я придерживаюсь этого. Я, короче, посмотрел у вас... Нельзя заморачиваться, надо делать так, как есть. В инстаграме у вас есть такой ролик. Ерлан Томбеевич, к вам, да, как к человеку, который, ну, знает машину, вообще, в принципе, средств массовой информации изнутри, да, и знаете, и, в принципе, государственного управления, скажите, пожалуйста, вот здесь, вот сейчас мы слышали вариант, который был крутой, да, насколько он актуален здесь сегодня, вот, насколько вы согласитесь с этим, все-таки говорим о небольшом относительно населении, насколько сегодня традиционные средства массовой информации играют основную роль, насколько играют социальные сети, и здесь хотелось бы еще вот на что обратить внимание, да, если, опять же, к вам, как человеку, который знает все это изнутри, для того же, для не допущения, скажем, каких-то определенных негативных явлений, стоит ли, скажем так, отключать полностью все социальные сети, то есть просто не допускать населения к этому. И здесь, скажите, пожалуйста, хотя это имеет полное право, что... Там вам, по-моему, минуту задают вопрос, и у вас лицо было такое, типа, 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 что ты хочешь спросить, типа, вот, чтобы такого не было со мной, да, то есть если вы, это, типа, не понимаете меня, скажите, типа, ужасно, типа, нормально по-человечески задаю вопрос, да, не тупи-то. Вот, посмотрите, главное, защитные слова сказал, если что, меня простите. Вот, и во время исследования я посмотрел, что вы смотрели «Игру престолов», и хотелось бы услышать вот с вашей стороны насчет этого великолепного проекта, потому что, ну, как-никак телеканал «Казахстан», вы были представителем управления, и вот ваше мировоззрение, ну, не мировоззрение, а вот ваш взгляд на последний сезон, что вы думаете? Потому что с моей стороны очень много непонятных вопросов есть. Ну, «Игры престолов», я вообще-то начал, честно признаюсь, первый раз, наверное, на этаже, я начал смотреть недавно, в прошлом или позапрошлом. А, не восемь лет тому назад? Нет, 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 я, честно говоря, очень скептически относился, когда мне говорили, вот, «Игры престолов». Я немножко не очень люблю фантастику, жанр фантастики, не мой любимый жанр. Даже в детстве, когда читал, выбирал книги и библиотеки, ну, я всегда походил в фантастику. Мне этот жанр не очень нравится. И, когда вышли «Игры престолов», я, честно говоря, игнорировал, не смотрел. У меня есть другие любимые сериалы, там, «Карточный», «Домик», «Хомленд». «Хомленд» на русском как? «Родина». А потом, вот, «Бюро легенд», французский сериал, класс. Ну, там, опять же, терроризм, политика, спецслужбы, геополитика, где всё перемешано. Хотя нет, есть один сериал, который не связан с терроризмом, с политикой, в темноте, что ли, кажется. Я название точно не помню. Про парня, который попадает в тюрьму с точки зрения операторских сюжетов. Прям так сочно, прям со вкусом. Вам нравятся работы Аарона Соркина, да? Где, вот, политика где-то, вот, диалоги и так далее. Ну, большей частью, конечно, я всегда смотрю экшен, ну, не экшен, там, политические триллеры, экшен. Ну, и мелодрамы тоже бывают. Ну, Игорь Престолов зацепила, да? Игорь Престолов, в общем, я игнорировал. Мне говорил, по-моему, Ренат Болговая мне всё время говорил, что хороший сериал, хороший сериал. Тоже про политику вам будет интереснее. Я думал, какая там, может быть, политика? И не смотрел. Ну, пришёл телерадиокорпорация «Казахстан», оказался в медиасфере, и я решил, что надо погружаться. И надо понять вообще, чем живёт, что интересует, что в тренде. И вот закачал себе сразу несколько сезонов, все сезоны, то есть. И в течение двух-трёх недель, наверное, всё вперёд. А, вы сразу? Всё вперёд смотрели. Мне кажется, у всех так? Не, я прям… Мне понравилось. Ну, честно, понравилось. Я пожалел, что раньше не смотрел. И это, может быть, подтолкнуло бы каким-то идеям, проектам, может быть. Согласен, было бы круто. Вот у меня был такой, когда я составлял вопрос, типа, почему у нас не снять что-то такое ёмкое, большое? В принципе, мне кажется, потенциал… То есть, есть люди с потенциалом… Не, можно. Я вот после того, как сразу посмотрел «Игорь престолов», у меня сразу несколько идей появилось. Я своим коллегам в России и в Китае предлагал. Давайте мы что-то похожее сделаем. Ну, там Вестерос – это же тоже вроде бы вымышленные регионы, вымышленные какие-то королевства. Ну, они же… там есть Северная Африка, есть там… Со всего мира представители, да. Прототипы, в общем, Средиземноморья. Ну, примерно какие-то параллели угадываются. Такие же параллели можно же ещё сильнее сделать. А ещё до этого у меня была идея, ещё до телерадиокорпорации. Я хотел какой-нибудь медиапроект, может, фильм, может, анимация какая-то, связанная с казахскими мифологиями. Потому что очень много таких суперисторий, ну, там, сказок, легенд, как угодно. Ну, если прям по их сюжетам что-то снять… У меня… Мой предок в седьмом колене, он известный батыр. Исек Мерген. То есть, он был таким… Считается батыром и охотником. Самое интересное… Я собирал рассказы о нём, потому что в детстве бабушка мне всегда ночью укладывала спать и всегда про нашего предка рассказывала. Прямо такие приключения. Мне казалось, что это все сказки. А потом, когда я повзрослел, и действительно есть казахские народные сказки, первый сборник, который вышел в 1952 году. И туда, как раз таки, вошёл. Тогда, ещё в 1950 году, вошли несколько рассказов о нём. Ну, они… Конечно, я же вот говорю, не люблю фантастику, да? Но там, вот, читаешь, ну, мифология, фантастика, как он победил дракона, как он победил… Жестернак, как бы… Так это же казахский жестернак. А, воша. А… Не знаю, женщина с низкой социальной ответственностью. Ёх! Ты что? Победил? Фестернак – это тоже мифологическое вот существо. Да, всё, всё. С частями там и так далее, в обличии, в разном обличии, ну, и якобы женском обличии. Вот у тебя сразу… Я что-то, да, женский… Ты не те сказки читал. Я просто не те сказки читал. Я просто не те сказки читал. Ты не те сказки читал. Вот. И вот у меня была идея про него снять. Поэтому, в общем, наши… У нас есть очень много материала… Я знаю, да, я очень много читал. Сказок, легенд, мифологий, которых можно развернуть. Ну, я думаю, может быть, с одной стороны, тоже хорошо. Вот был период, когда всем было интересно, там, греческая мифология, да, там… Древний Египет, да, там… Рим. Мода, да, там, Рим, средневековая история. Потом, там, мода была на азиатские какие-то вот истории, ну, там, Китая, Японии. Потом, там, какой-то был период увлечения всех интересов к арабским странам, да, там, арабские сказки, тот же самый Аладдин, там, еще что-то. Я думаю, со временем наш регион и наша страна, в частности, наша культура, казахская культура, история тоже будет источником для новых… Новым источником вдохновения. Мы ожидаем. У меня вопрос… Нет, это у своего… У каждой вещи есть свой момент, я думаю. Да, вот, насчет момента, чтобы делать такие продукты и так далее, ну, нужна какая-то определенная популяция людей, ну, в смысле, типа, должно, там, не знаю, 50 миллионов человек, нет таких проектов, да? Нет, ну, с одной стороны, чуть-чуть ты прав, в каком плане. Для того, чтобы делать такие проекты, нужны деньги, да, или, по крайней мере, нужно заработать, чтобы, ну, отбить… Окупаем. Посмотрите, я сейчас продам сразу себе. Я вообще… Ну, вот я закончу, да, то есть, чтобы снять хороший фильм и чтобы хорошо заработать в Казахстане, ну, фактически невозможно, насколько я знаю, я с разными людьми разговаривал, кто в кинобизнесе, я-то не был в этом бизнесе, ну, где-то средний бюджет, там, от 100 до 300 тысяч долларов, да, там, ну, и выше. Да. Выше уже, как правило, они уже не отбиваются, они это уже либо ради имени, либо ради себя, либо ради того, чтобы… Донесение идеологии. Донесение идеологии, да? В коммерческом плане такие проекты, ну, очень сложно отбить на нашем рынке, на сколько человек… У нас 18 миллионов, из них миллион только в кинотеатрах. Сколько у нас там кинотеатров, там, если посчитать, там, сколько у нас кинотеатров? Не много, то есть, даже американские, там, голливудские фильмы, блокбастеры, они сколько зарабатывают, там, ну, максимум, там, два, может быть, миллиона, там, ещё что-то. То есть, конечно, нужен рынок для этого, но поэтому, с одной стороны, поэтому казахам надо активно двигаться, выйти за пределы нашего рынка. Только так мы можем, ну, вы думаете, что в ближайшее время так резко сразу, там, 50 миллионов человек, что ли, появится? Навряд ли, навряд ли. Лена, вот знаешь, вот тема… Надо двигаться на российском рынке, на западном рынке, на китайском рынке, вообще, рядом такой рынок огромный. Мы можем туда пойти и спокойно зарабатывать, провалиться и сделать неудачный проект и заработать 50 миллионов. Мне кажется, резкая популяция может возникнуть, если там, не знаю, в заводе у Дюрекса какие-то проблемы там, не знаю, если будет. А в остальном, такой навряд ли… Чего-то, брат, у тебя проблемы? Нет, нет, нет. Несколько раз уже отсюда. Нет, вообще… Он всё время нас к этому поворачивает. Я просто тему хочу… Просто YouTube, YouTube. То есть, у нас можно такое, знаете, слегка так… Я тему, брат, хочу продолжить из нижней тревоги. Вот именно… Мне, наоборот, вот немножечко не нравятся наши отмазки кинематографов наших, казахстанских. В частности, там, допустим, Асель Садвакасова, да? Она каждый год по три фильма делает. Три комедии. Когда ты там задаёшь какие-то вопросы, да, почему вы делаете одни и те же комедии про той, про семьи и так далее. Они отвечают, что, ну, не окупается другое. Ну, да, да. Ну, а зачем вы делаете три? Сделаете один, ну, хороший. То есть, меня немножечко эта ситуация коробит, потому что… Ну, если с позиции окупаемости… Ну, они все залетают, получается? Вот, они заходят. То есть, ну, это же, с другой стороны, это же оболванивание идёт. Да. Понимаешь, постоянные комедии. Мне кажется, это неправильно. Ну, у нас пока… То есть, основная отмазка – это нет зрителя на этот жанр, да? Нет. Ну, зритель есть, рынок маленький для того, чтобы заходить с большими деньгами и делать серьёзные вещи. Поэтому, не знаю, надо ещё более, может, глобальные цели ставить. Стартовать здесь, здесь получать какие-то навыки, не ограничить сразу идти. Ну, тот же самый Ай Султан же пошёл, начал снимать там в Россию, в Россию поехал, в Лос-Анджелес поехал. У нас потенциала хватает, чтобы делать хотя бы для СНГ, вот я понимаю. Не то, что потенциала, надо открыто сказать, без пафоса, без пропаганды. У нас реально креативные люди, очень креативные. Молодёжь очень креативная. Если бы это был только Ай Султан или только был бы Димаш, ну, там, это действительно, там, можно было бы говорить, вот, пару имен. Ну, у нас Димаш, там, Ай Султан, Елизавета Турсумбаев фигуристка недавно впервые в мире четвертное сальто сделала, там, в фигурном катании в мире. Это выдающиеся результаты, только единицы, наверное, из тренерского состава могут добиваться таких результатов. Смакуйте, смакуйте этот момент, четверной сальхов на чемпионате мира по фигурному катанию. Скриптанит вы слушаете, кстати? Ну, пару жестоких слушаем, пока ещё. Я очень часто сталкиваюсь с таким, когда проекты приходят, там, продюсеры из телеканала «Казахстан» или какие-то вообще, то есть, я сейчас не про телеканал «Казахстан», а этот, есть у нас… Нет, сейчас можно? А, сейчас можно, да? Вот, часто сталкиваемся с таким, знаете, к нам приходят, типа, ой, ребята, вы же сценаристы, там, типа, делаете… Сделаете круто, да? Да, делаете, типа, хорошие ролики и так далее. Вот, мы хотим, чтобы было, как, не знаю, там, как мажор в Россию снимают, как в Америке форс-мажоры снимают, там, и так далее. Такое качество, этот. Всё, давайте, хорошо, не вопрос, давайте начинаем с Найри работать. Ой, у нас же такое нельзя. Ой, вот это, там, курить сигареты на телеканале «Казахстан», ой, ничего. Я сегодня посмотрел «Тарзаман», там очень прям стильно сидели и укурили. Да, я очень много барьеров снял. Да? Вот, смотрите, что… В основном, какая отмазка. Не смотрел последние два года. Смотрите, какая отмазка там. Раньше реально… Ой, Карим понимает, он понимает молодёжь, что нужно делать, это просто вот это… Ну, мы против курения. Да. Вот это просто, типа, старая гвардия не допускает, ну, новые креативные идеи и так далее. Я, в основном, мы такие, ну, как тогда нам делать, если вот это бюреокрития, типа, нам запрещает вот это… Ну, я о Гиле рассказывал, когда он снимал интервью. Угу. Что вот у нас на… На канале? На канале, например, там был запрет, чтобы показывать поцелуй, помнишь? Поцелуй, да. Да, да, да. Тоже все в шоке были. Ну, ничего, нормально. Ну, сейчас мы с мостом. Конечно. О, отлично. То есть, имеется в виду, в сторону молодёжной аудитории мы пошли, и что востребовано, что интересно… Не означает, что мы должны от них там целующих курящих показывать. Да, да, да. Постоянно. Это уже не на каналах, это вообще… У людей, у людей. Да. То есть, потому что я встречался с ведущими… И не просто идеологических барьеров, не просто запретов. Просто есть ещё стереотипы. То есть, мы ещё намного в чём заморачиваемся. А ничего, если так… Да. А что будет? Да. Вот, вот. Я просто встречался с этими ведущими и говорю, по-моему, вам можно так говорить, вот так шутить, вот это. А они говорят, да не, не надо. Я же говорю, блин, ну, у вас же делали… То есть, в Америке… Это сама служба? Да. То есть, мне кажется, это где-то для этих ведущих продюсеров и так далее, где-то внутри может быть защитный механизм, не знаю, где-то стереотип вот этот вот. То есть, если вот вы скажете, типа, ребят, можно делать, то есть, мне кажется, это будет сообщение, месседж таким всем… А, да, можно креативить, ну, просто я очень часто слышал вот такое… Ну, я говорю, видишь, ребята, допустим, они сами себя ограничивают. То есть, в принципе-то конкретных запретов в стране нет. Просто это даже удобно, если ты не хочешь развиваться, делать более сложнее, креативнее. Нет, у нас просто много крайностей. Кто-то вообще там, ты говоришь, там, нельзя показывать, как герои там курят. Некоторые вообще что-то снимают, там, ролики. Там не то, чтобы там сигареты, похлещие вещи есть. А там, где вообще там полный запрет, там идеальный герой, там вообще не курит, не пьёт, там. Ну, нужно как в жизни… Ну, естественно, как-то двигаться. Ну, вот из-за этого, мне кажется, и развиваются два направления параллельные. Параллельно идёт интернет, параллельно телевидение. И как-то вот аудитория не особо соприкасается. Ну, то есть, вот, допустим, когда в Казахстане, да, вы были? А из-за Тула, допустим, Канабисики, да, вы пригласили их. То есть, понимаешь, интернет-аудитория начала перетекать на телевидении. Да. А, прикольно, давайте посмотрим, а что там ещё происходит? То есть, вот так. А у нас почему-то как-то телевидение делает об особо… Ну, я жалко не добил. У меня в этом году были супер тоже идеи проекта. Угу. Я… Ещё других… Куан Шпицеков… Да, да, он у нас сидел и говорил, хотел, типа, iCarly сделать ситком. Да. Я помню. И чё, типа, не пойдёт? Ну, я же не на канале сейчас. Я могу сейчас проект поделать. А так, у меня была идея, я там уже… Он ещё… Я помню, он когда говорил, у него в глазах вот это какая-то… Будем с Калином, допустим, работать. Ну, я не знаю, будем, нет, но сейчас пытаюсь. Ну, работа. Как-то договариваемся. Там я зарабатываю, но при этом для души всегда хотелось снять ситком, как iCarly. Я надеюсь, что это получится. Нет, мы в Starbucks обсуждали, мы договорились, что идея пришла нам. Да, да. Хотел iCarly снимать, но будет продолжать iCarly снимать. Ну, ничего. Если что, там, двинемся. Круто. Я, наоборот, за то, чтобы мы перед собой ставили высокую планку. Я всегда ребятам, неважно, там, что мы обсуждаем, там, медиапроект, там, какие-то исследовательские вещи, неважно. Я всегда ставлю перед собой и перед ребятам говорю, давай, ну, например, айзату говорю, давай снимем нормально, пойдём в Канны. Отличная идея. Отличная идея. Ну, давай сделаем, там, документальный фильм на уровне Канны. Это если по документальным фильмам. Если там ещё какие-то проекты. Например, ещё мы один проект снимали, у меня там амбициозный план был зайти на китайское там поле пространства. То есть, или тот же самый, я уже надоелся этим рассказывать об истории Джеки Чанна. То есть, ну, то же самое, да. Если приглашать, то давайте добьёмся, чтобы был Джеки. Или, там, мы по ММА двигались в своё время, я, ну, как был истоков, там, создания федерации ММА. Джу-джитс. Ну, да, тогда было и джу-джитс, и ММА всё вместе, а потом мы немножко начали структурировать. И тоже была мечта, чтобы мы вот UFC когда-нибудь должны выйти. У меня до сих пор идея провести турнир под эгидой UFC здесь, в Казахстане. Ну, не сейчас, я думаю, со временем. То есть, не надо этого бояться. Наоборот, даже то, что… Говорите, такой пример, да. Вот обязательно надо было Айсултану или Димашу добиться признания за рубежом, чтобы его признали здесь. Ну, может быть, это тоже хорошо. Может, это подстегнёт нас немножко быть. И реально после Димаша и Айсултана, я же смотрю, сейчас ребята вообще ещё амбициознее стали. Мне это нравится. Они поняли… Что можно. Что можно. Надо пытаться… Why not? Почему нет? Ну, это как зажимы… Какие-то были, но я сейчас параллель не провожу, просто вспомнил. Зажимы в Советском Союзе, допустим, какие-то были, но зато человек, когда, допустим, в таких рамках, он типа творит, типа создаёт. А когда поле свободы… В общем, надо более амбициозно. Не надо бояться. Я всегда говорю, должны быть амбиции, но здоровые амбиции. Здоровые, нормальные амбиции. А нездоровые примерно? Ну, нездоровые там, не знаю, без пользы для других. А, в таком… Да, да. Амбиции, где и ты реализовываешь, но и что-то созидаешь, что-то творишь, что-то создаёшь. Не знаю. Я посмотрел проект «Тар заман». Мне очень сильно понравился саундтрек. Это корстка недобитой интеллигенции. Вы знаете, я слушал, и да, прям мурашки… Мы долго выбирали музыку. Да? Но не промахнулись. Ну, я изначально хотел. Для меня это был прям такой… А в какие годы снимали? Нет, это вот первый год, когда я прошёл. Ага. В семнадцатом. Когда я пришёл? В семнадцатом. Я просто, да, я готовился к интервью. Я знаю себя. Я в феврале, кажется, пришёл в конце. И вот уже год начался. В принципе, большинство сериалов были отобраны. Последний был отбор. И мне не нравились многие сериалы. Там вообще не было никаких исторических, кажется. И как раз это был год столетия Аллаш. А у меня это прям давняя тема. Я всегда занимаюсь, продвигаю эту тему. Я думал, давайте сделаем фильм. Я пригласил разных режиссёров. Не буду их именно говорить. Я им предложил. Кто-то отказался. Вопрос можно? Режиссёров с дипломами или талантливых режиссёров? Да какая разница? А что? Тендеража это нет? Нет. А то я хотел вот такой, типа, а почему, чтобы надо, типа… Не, не получилось у тебя. Да, согласен. Давайте пропустим этот момент. В общем, пригласил разных режиссёров. Многие отказались из-за темы. Просто побоялись, честно говоря. У нас эта тема как-то считается, что нельзя обсуждать. Ну, я уже о Диле говорю. Если что, смотрите. Да, интересно. Только посмотрите. Где сзади очень много света. Так, ладно. Что я там… Вот Тарзамон. В общем, долго думал. Кто-то хотел, кто-то не мог. И, в общем, я предложил Мурату Бедусову. Мы с ним одного поколения, так скажем. То есть, не слишком возрастные, не слишком молодые, когда есть определённый опыт и ещё есть держать какие-то амбиции. У меня было важное. Плюс, чтобы человек знал и историю, но был, естественно, современным, стремился к каким-то новым вещам. Я предложил. Я говорю, давай снимем. А он пришёл с другими идеями. Бай Баттер. Ну… Классная история. Ну, давай сейчас. А уж. И мы сделали. А почему это не вылилось в сериал? В сериал же это был. Нет, её там только один… 90 минут. Не готовится? Как? 90 минут. Двенадцать эпизодов. Я зашёл в Ютуб и забил. Я понял. Ты в Ютубе вообще не эти вещи смотришь. Да? Нет, просто я так посмотрел. Как будто тизер, знаете, такой долгий. Ты что, в этом-то весь… Что мы не просто фильм сделали. Всё, я посмотрю. У меня была идея изначально. Самый трек хороший. Ага. Фильм сделать и ещё пустить сериалом. Сериалом пустить в эфир, национальный телеканал, вот такую тему. Вот в этом-то и будет. А таргетировались на какую аудиторию? На молодёжь? Или же всё-таки… Потому что молодёжь, мне кажется, она вообще не врубилась. В национальном телеканале очень сложно прямо таргетироваться, потому что изначально у национального телеканала очень широкий… Охват типа всех. Охват, да? У нас есть и молодёжь, взрослая часть, такая аудитория, женская аудитория и так далее. Поэтому очень сложно. У разных телеканалов есть уже устоявшество своё. Какой-то канал более молодёжный, какой-то канал более городской. Этот русскоязычный, этот казахскоязычный. А мы казахскоязычные, да. Но широкая аудитория. Поэтому учитывал всё. Но музыку я специально сделал вот такую. Потому что многие мне говорили, а давайте… Классический такой. Да, она более… …классикальный имен, да? Я говорю, нет, мне хочется… Она более дерзко звучала, чем обычно. И для вот, может быть, старшего поколения, музыка, может, показалась… А чё, почему не… Я говорю, да, «Менди Домбранен Джахс Гром», но не всегда надо, когда речь идёт об истории и так далее, не всегда, не обязательно сразу фольк включать, да? Там «Домбру», «Холлыс» и так далее. Можно иногда через современную какую-то музыку, ну, с элементами рок подать. Мне вот изначально вот такое. Мне музыка самому нравится. Я прям сам… Короче, классный проект. Оказывается, сериал, а я думаю, полный метр непонятный. «Марзаман», сериал. Теперь я бы хотел открыть новую тему, именно больше, как вот вы же эксперт по терроризму, да, получается. Я сам из города Садпаев. Ты из какого города, кстати? Сипногорска. Сипногорска. Хорошо, я из города Садпаев. Ну, я был там. Были? Ну, несколько лет. Ну, короче, со мной случилась вот такая ситуация. То есть, до того, как я уехал в Астану, после девятого класса, внезапно, это были 2000… так, седьмой год, шестой-седьмой год, внезапно все дрочуны наши чуваки, которые компашками двигались и так далее, резко начали принимать ислам, стали там братьями и так далее. Я особо с этим не сталкивался, но очень часто… Ну, я вижу. Да-да-да-да. Да, татуировочка есть. Но бывали такие встречи, когда ребята подсаживались и начинали, типа, «Эй, ужас, я не стяжусь, ты чего делаешь?» «Нравоченье, да?» «Да, ты себя потерял там маномно». Я такой смысл потерял, я ещё как бы не в таком возрасте, чтобы терять себя маномно. Мы вчера курили, пили, сегодня, да? Да, да, то есть, там те же ребята, которые были дрочуны, дрались, там толкали маномно, деньги отбирали маномно, и не у меня. Вот. Начинают резко… Ты уже отбирал? Нет, нет, нет. Я всегда, наоборот… У тебя не отбирали, ты не отбирал. Я… Нет, нет, были эти… Ты на какой стороне был? Нет, были же СПС сам по себе. То есть, вот я был такой… Синёс, активные будут друг друга. Я чувствую. И реально я понял, что, оказывается, у нас началась какая-то непонятная фигня, фигня после того, как я приехал с Астаны после второго курса, и мне мои одноклассники говорят, вот те чуваки, которыми я КВН играл, с кем мы там общались, были знакомы и так далее, оказывается, улетели в Сирию и погибли. То есть, мы с чуваками КВН катали, не было ничего такого. То есть, внезапно очень многие знакомые прям… Ну, типа, когда погибли, сказали, я вообще не улыбился. Как это? Что случилось? Почему так всё поменялось? То есть, прям до крайности дошли, прям уехали? Уехали. То есть, там вообще были щеблы очень талантливые, которые прям… И мне было очень как-то непонятно. И ещё был такой момент, когда прям с семьями… То есть, я слышал такое, что там в Ахтубе очень часто, из Сапаева, типа, очень часто брали, не знаю, кредиты, что-то такое, потом уезжали в Турцию и оттуда отправлялись в Сирию. То есть, семьями уходили, и Сапаев, он был в каких-то лидирующих позициях, по-моему. И это меня прям очень сильно напрягало, потому что, ну, блин, очень многие знакомые, да. Плюс я сам из региона, и я примерно понимаю, когда ты живёшь там, твоё мировоззрение, как ты думаешь и так далее, оно такое, знаете… Отличается. Отличается, да. То есть, не сказать, что в Астане и Алмате все умные, да, но по-любому, когда ты мир видишь и так далее, чуть-чуть ситуация меняется, и я… Меня это прям напрягало, то, что в регионы так залетают, и какая-то вербовка… Вот насчёт этого можете объяснить? Как это вообще всё происходило? И вот, то есть, хотелось бы донести ребятам, которые сейчас в регионах и так далее, как надо мыслить, что надо примерно смотреть, чекать? Ну, твои наблюдения правильные. Вот я прям слушаю, прям один в один, как мы фиксировали в своих исследованиях. Я тоже самое выезжал в эти регионы несколько раз, в частности, в 16-м году, когда был в Ахтубе Теракт, я после этого сразу туда поехал, в Ахтубе поехал, вот потом по этим районам, Кандгаш, Тимэр и так далее, Кенг-Як, и после этого ещё ездил отдельно специально Сатпаев, Джизгазган, Хараганда, Тимэр Тау, Балхаш, ну, как бы везде побывал, непременно общую картину знаю. И, ну, с учётом того, что я в этой теме давно, примерно, видение есть. Ну, начнём с чего? С того, что почему именно Сатпаев, почему именно Джизгазган, Сатпаев, почему именно Ахтубе? Да. Да? Ну, там несколько причин, и схожие, и есть не схожие моменты. Разные же регионы. Схожие моменты в том, что именно в этих регионах открыто своё время, открыто, свободно работали некоторые проповедники крайних направлений течения в Ислане. Именно в этих регионах. Ну, фамилии не буду называть, чтобы лишний раз не богоражить интерес, любопытство к этим людям. Во-вторых, это специфика этих регионов. Ну, опять же, там, Хангашкин, Кьяк, Сатпаев, Джизгазган. Там какая специфика? Это связанная с… Шахчурскими городами? Да. Особенностью предприятий, которые там работают. Есть известный теолог, Асхар Сабнин, который в Ахтубе работает, он полушутя, полусерьёз всегда говорит. В общем, это там, где есть вахты-шахты. Кенькяк, там, Атра, Ахтубе-шахты, Мунайо, нефтянка. И многие уезжают вахтовым методом на разное количество дней, на длительные сроки. И, естественно, часто отрываются от своих семей, попадают такие устойчивые коллективы. И если в этот коллектив кто-то там с неправильной идеологией внедряется, он через какое-то время начинает заражать, заражать одного, двоих. Потом весь коллектив давит уже на других, и это быстро переваривается. Плюс непростая социально-экономическая ситуация. Особо другой работы нет, грубо говоря. Кто попал, кто попал. Шахты, вахты, методы тоже попасть, так скажем, непросто. Кто-то начинает сам каким-то там бизнесом, предпринимательским детям заниматься. Плюс еще немножко такая криминальная есть ситуация. То есть авторитеты, не авторитеты. Это тоже почему вот первая волна когда двинулась. Плюс есть особенности этих общин религиозных. Там как бы развитые формы внутренней поддержки. Они якобы помогают. Они там по бизнесу делятся. Долги закрывают, говорят. Да, и так далее. Конечно, это влечет, это притягивает. Поэтому начали активно собираться. Почему уезжали опять же в Сирию? Это опять же из-за… Уезжали. Уезжали именно в Сирию. Именно преимущественно вот с Карагандинского Ситпаев, Жизгазган, Адрау, Ахтубе, Урал и так далее. Эти регионы. Ну, чуть больше, чем других регионов. Намного больше пока даже. Опять же из-за принципа регионализма. Кто первым попадал с какого региона, тот начинал своих друзей со двора или с кем они в мечеть ходили. Вот так зазывать. Поэтому, если, например, я двумя периодами занимался, когда наши люди уезжали в Афганистан, потом наши люди уезжали. Вот когда в Афганистан уезжали, там преимущественно ребят с Адрау, с Ахтубе были. Почему? Потому что первый, кто поехал, у них же нет же таких знакомств в других регионах. Он, естественно, с кем двигался, там в Атрау, в Ахтубе, там с кем с одной улицы, с одного двора или в мечеть ходили. Он, естественно, тянул от своих. Поэтому больше получалось с этого региона. Многих вещей, которые сейчас допустимы, раньше этого всего не было. И у нас вот происходит переоценка. Почему вот эти все проблемы появляются? Потому что ценности начинают меняться. И многие теряются, не знают, как реагировать. Многие ценности, ну тавтология, обесцениваются. Например, я один пример всегда говорю. Одна девочка была, она из Алматы, чуть ли не уехала в Сирию. Ну она подросток ей там 12-13 лет. Она просто влюбилась в одного мальчика с одного видео-боевиков. Этот мальчик, парень из Казахстана. Мальчик, его в пропагандистском ролике ИГИЛ использовали. Он участвовал в казни. Он казнил двух людей из пистолета. И он ей понравился? Да. Ну, как бы нормальной жизни это плохой. Он убийца и так далее. А для нее самое главное. Красивое, симпатичное лицо и он герой. И вот как распознать его, многие не знают. Плюс ценности меняются, плюс система социальных отношений. Мы стали более одиноки, чем раньше. Раньше мы были в системе разных социальных связей. Дома, семья, мама, папа за нами следила, смотрела, чтобы лишних каких-то этих не было. Без дела мы не оставались там. У бабушки работали там, мы помогали этим, помогали. Мы были всегда в центре какого-то внимания. Плюс друзья, плюс спорт, я не знаю, плюс еще какие-то. Или в школе, в университете всегда были какие-то эти. А сейчас такой некий какой-то принцип, каждый сам за себя, что ли. Один, ну, ему без... Коллективизм потихоньку пропадает. Ну, это, с одной стороны, нормально, но просто общество где-то не успевает адаптироваться к новым изменениям. То есть, это цена быстрых изменений, я всегда говорю. Ага. То есть, эти изменения, с одной стороны, плюс у нас изменения... На самом деле, в нашем обществе изменения идут быстро. Ага. С одной стороны. Внутренние изменения, внутренняя трансформация идет очень быстро. Очень много у нас этажей, на которых идут изменения. Молодежь, интернет, религия, западные ценности. Много, много что происходит. Но, с другой стороны, они происходят очень быстро, общество не успевает к этому привыкнуть адаптироваться. И какие-то люди, которые выпадают, которые не успевают к этому адаптироваться, они начинают... Искать где-то утяжение. Нет, сами придумывать эти ценности. Сами искать какие-то ценности. Понимаешь? Какие-то более простые формулы ищут. Более простые... Ответы. Ответы на сложные вопросы. То есть, ему не нужно вот деление русскоязычное, казахскоязычное. Ему вот это все надоедает, надоедает. А вот этот приходит, как ты говоришь, все братья. Нормально. Понимаешь? И многие аутсайдеры, скажем, которые... Парни, которые не могли прибиться. А тут они начинают... Они плечом к плечу стоят, какую-то опору, поддержку чувствуют. Конечно, это начинает... Они чувствуют некую какую-то вовлеченность. Кто-то заботу, кто-то это... То есть, это самообман, это иллюзия. Ничего, на самом деле, подобного нет. Это иллюзия. Потому что, в конце концов, этих ребят, опять же, кто-то использует в своих целях. Открытым текстом говоря. Они все пушечное мясо в чужой войне, ради чужих интересов непонятно и так далее. Иногда все эти истории жалко просто. Смотришь, ребята поехали куда-то, гибнут непонятно за что-то, за кого-то. Как не стать нашему поколению, чувакам растущим, жертвой вот такого. То есть, как он должен умыслить? Примерно, да. Как вот? Ну, не вестись. Надо немножко... Нет, там же как они работают? Они же начинают на твой моральный компас давить, да? Ну, нужно быть стержем. Как бы свой стержень иметь. Всегда свой стержень, не вестись. Я со многими моментами, которые уезжали в Сирию, беседовал. Там такие... Ну, конечно, есть заряженные, которые реальные. Уезжали, чтобы воевать. Включенные были. Но большинство, большинство, они уезжали, потому что там Марат Айта. Берег сказал, поехали. И поехали. Вот. Как бывает, в принципе, когда там толпа кого-то избивает или парни грабят того-то. Ну, как правило, зачинщик один-два человека, остальные просто там запотло. Да, да. Как это называется? Мнительные люди или как это? Когда... Ведомый. Ведомый. Вот, вот, да. Ведомый. Ведомый. То есть не быть ведомым. А сейчас вообще ситуация, она какая? Сейчас устаканилось, все тихо. То есть нет такой движухи, да? Нет. Вот этот поток, он остановился два года назад. Значит так только... Один-два, там, раз-два-три-четыре, может, случаи бывают. Такого, чтоб десятками, семьи мы уезжали, все поток остановился. А, теперь смотрите, вот же операция Жусан. То есть я посмотрел видосы в Ютубе, опять же. Там чисто такие репортажи на это был. Ждать нам документалки, что-то такое большое. Потому что я задаюсь некоторыми... Записываешь? Да, да, да. У нас свободный формат. Тереверитов. Документалка будет. Могу первый раз проанонсировать. Эксклюзив. Да, давайте. Спешл-фо-ю. Мне просто интересно реально. Первый раз проанонсируем, наверное, мы с Айзатом. Ну и потом к нам присоединился Кана. В Секеев. Да, да, да. И мы сейчас работаем на документальный фильм. Но там не про Жусан именно. Жусан будет как отдельный. И мы хотим просто вот эту проблему показать. Женщин, детей, которые становятся заложниками. Вот ладно парни там уезжать. Не ладно, конечно. Грустно, жалко, что они так уезжают, погибают непонятно за что. Но еще обиднее, еще прям тягостно, когда женщины, особенно дети, становятся заложниками ошибок своих родителей. Ну и они-то за что? Извини, ты пришел на свет. Ну хотя бы... Это твой первый отцовский материнский инстинкт защитить детей от проблем, от угроз, от опасности. А ты наоборот их тащишь с собой. Пекло самой войны. Потом еще сам погибаешь, эти дети остаются. В этот раз же, вот представьте, операция уже сам. Там уже десятки сирот. Я реально каждого вот этого ребенка вижу, видишь и прям... С одной стороны вот этим детям реально повезло. Ну представьте, ребенок два годика. Она сирота круглая, вообще никого. Вот как она вот это все выбралось оттуда. Вот то, что, слава богу, есть государство там, не бросило. И вот таких вот сирот. Там много таких. И вот смотришь, вот они заложены. Вот им, они-то за что? Им же вот, получается, в плане психологии вообще кто возвращается, им же очень тяжело. Ну конечно, помогают им там и так далее. Ну тяжело, конечно. Это не опасно где-то, не знаю вообще. Вот можно я, кстати, продолжение сейчас я просто немножечко подготовил. Я вот захожу, допустим, на сайт. Ну пример можно назвать, да? Конечно. Ну вот информация на Тенгри Ньюс, например. Вот последняя новость. Ну здесь я так понял. Вообще там можно кого угодно рекламировать. Рекламировать. Мы тут боржами пьем. Не они. Вот было заявление, ну вот президента. Лак какой-то. Да, да, да. Сейчас, а мы с ним продолжаем. Это тонал Кадилер. Да, это моя тонал Кадилер. Вот. Заявление было президента. Я вот, допустим, открываю новостную ленту там, 400 комментариев. И вот основные комментарии, самые пролайканные, самые популярные. Зачем они нужны? Зачем их возвращают? Да. Почему это происходит? Больше разве проблем нет и так далее. Ведь если так посмотреть, если лайкают, ну люди по-любому лайкают, да? Значит, есть огромная прослойка людей, которые не понимают, зачем это происходит. Ну то есть, мне кажется, должна работать какая-то… Давайте я объясню. Давайте. Давайте. Я тоже вижу. У меня тоже под моими постами я специально пишу про операцию же сам, чтобы люди знали, чтобы люди были в курсе, чтобы мы понимали, зачем это делается. И под моими постами в Инстаграм, Фейсбуке там тоже куча таких… Недовольных. Недовольных. Я не скажу, что прям все недовольных. Возмущен. Там есть, которые поддержат, понимают, но есть еще многое, кто возмущается. Вот Адиль правильно сказал. Возмущается. Зачем их привезли? Надо было. Это их проблемы. Они уезжали, они у нас не спрашивали, теперь мы их должны помогать. Вы эту заразу не занесли в страну и так далее. Эта операция… Коротко постараюсь ответить. Эта операция в первую очередь. была осуществлена из гуманитарных целей. Ради вывоза в первую очередь детей. Несколько сотен детей привезли. Несколько сотен. Представляете? Несколько сотен детей, несколько десятков сирот. Вот задача этой операции – вывезти детей оттуда. Мы же их не должны бросать. Большинство детей, они родились в Сирии там. То есть, родители граждан Казахстана, но родились там. То есть, и они до школьного возраста. То есть, с ними можно еще работать, можно их сознание еще спасти и так далее. Можно на них как-то повлиять. Это раз. Во-вторых, эта операция была осуществлена как раз-таки ради того, чтобы снизить угрозу нашей национальной безопасности. Почему? Почему? Потому что они еще не так сильно промыты. Тут несколько, опять же, причин. Во-первых, если бы такое количество людей оставалось бы там, если бы мы их не возвращали бы, они бы просто так, во-первых, не оставались бы. Их кто-нибудь там приутил бы. Или они опять бы там оказались бы в каких-то группировках и так далее. И пошла бы вторая волна радикализации их. Еще более сильная такая радикализация. И мы бы уже столкнулись с еще более такой враждебным, агрессивным потоком людей оттуда. То есть, риски бы увеличились бы. Плюс они могли бы там завтра взрываться в разных каких-то странах и так далее, и так далее, будучи выходцем из нашего региона. Это было бы ужасно вообще. Во-вторых, такое количество людей могло бы стать основой для того, чтобы кто-нибудь попытался их сбить и создать из них какую-то организацию или группировку. Там чего-то, чего-то движение такое. В смысле там? Там. Коалицу казахов. Именно, да? Да. Какое главное достижение нашей политики безопасности за эти годы? Как бы там люди критически там не оценивали, но наше самое главное достижение – мы не допустили инстинализации угрозы терроризма. То есть, мы не допустили сбивания этих всех разных людей в какую-то группировку и организацию. Мы сейчас, слава богу, не боремся с какой-то конкретной организацией. Другие страны борются с каким-то таким-то движением, такой-то Эмират, такой-то. То есть, они обысклавливают, ликвидируют боевиков и так далее. Ну, они это уже все, один раз допустили и все. Мы здесь сдерживаем эту угрозу. Эта угроза сейчас всех касается, но мы сдерживаем, мы не допускаем их сбивания в эти группы и так далее. Возвращая их, мы не допустили вот такую вот возможность. Ну, и в-третьих, я же говорил в самом начале, там 90% кого мы вернули – это дети. Если так по взрослых посчитать, то их немного там. Ну, 150-200. Да, дети, женщины и очень мало мужчин было. Ну, по видео примерно так показалось. Детей очень много. Вот теперь представьте себе. Ну, если бы их не привозили бы, да? Вот такое количество, несколько сотен, 300-400 детей. Прошло бы 5 лет, и вы бы с вами имели бы 400-500 уже юношей, подростков с навыками, которые выросли. Ты рассказывал про своих знакомых, которые, в принципе, жили нормальной жизнью, а потом заразились и уехали. И им хватило одного-двух лет, чтобы здесь все переформатировалось, и они поехали еще погибли там. А тут представьте себе, дети будут расти с малых лет, они уже впитают себя. Да, да. То есть, мы, наоборот, снизили угрозы. И теперь самое главное, я же говорю, эти, большинство этих детей, вот 90% это были дети возвращенные, да? Из них 70% это которые родились там. Да? Родились там. Очень много. Они же, женщины, многие из них, там другие принципы, другие нормы же, они же выходят повторно замуж и так далее. Там одна женщина 7 раз вышла за 3-4 года, 7 раз вышла. Потому что муж умирает, женится, муж убирает. Вот сейчас там 300-400 детей, там бы через 2 года 800 детей было бы, 900 детей было бы. То есть, это было сделано для того, чтобы упредить, снизить эту угрозу. Здесь больше шансов с ними поработать и радикализировать. Ну, и потом, конечно, мы снижаем враждебность. Вы что, там во всех этих группировках, конечно, они говорят, ну, как бы признают. И эти женщины, они тоже говорят, вот, оказывается, мы недоценили нашу страну все-таки. Мы предали свою страну, но государство нам дает второй шанс. Это же тоже какой-то аргумент для работы с теми другими, многими твоими знакомыми, которые, может, еще не уехали в Сирию. Вот видишь, ты, на самом деле, не в самом плохом государстве живешь. Здесь государство, которое помогает, заботится и так далее. А наказание понесут взрослые люди? Те, которые участвовали, конкретно террористические деятельности, брали в руки оружие, убивали кого-то, конечно, к ним будет. И те лица, мужчины, женщины, безразенцы, которые вербовали или которые, сидя там в Сирии, агитировали других, то есть, склоняли других лиц к радикальной террористической деятельности, а они, есть соответствующая статья, они тоже будут привлечены. То есть, там не так, что мы привезли всех, по каждому из них идет отчетная работа. Все выясняется, перепроверяется, ну и потом, соответственно, будет принято. Но большинство из них, конечно, да, они будут освобождены от уголовной ответственности, им дадут второй шанс. – А эти дети теперь куда попадут, например, в центр Руссана? – Большинство, нет, самое… – Или будет какое-то специальное… – Поразительное то, что большинство сирот, их всех забрали уже родственники, ни один детский центр не попал. Ну, слава Богу, там дальние родственники, там с материнской, с отцовской линии, они все вышли на связь, всех детей уже забрали. Ну, я рад. Ну, там, я тоже думал, что, может, не всех забрали, и вот в этот раз, когда поехал, искал одну девочку, наконец, уже забрали. У меня после вообще всей этой ситуации, отношения к религии и так далее, у меня блок какой-то, короче, включился. И этот… – Не, нормально. Из-за этого не должно складываться впечатление, что… Вот я-то занимаюсь этой темой, да? Ну, я так активно не практикую, может быть, да? Какие-то эти вещи не соблюдаю, ну, себя идентифицирую как мусульманин и так далее, и занимаюсь этой темой. И, казалось бы, у меня занимающейся этой темой должно быть как раз таки, может быть, даже больше где-то отторжений и так далее. Нет, у меня, наоборот, укореняется что-то. Еще сильнее, наоборот, у меня укореняется что-то. На самом деле, это не означает, что религия плохая. Это означает, что религия несовершенна или не так. Ну, да. Да? На самом деле, принципы, базовые ценности, они везде схожи, и любая религия, она воспитывает человека правильной ценностью нормой. Это, наоборот, мне, наоборот, страшно, если человек не верит. Мне, наоборот, даже где-то... Я даже... В смысле, когда атеист? Да. А когда агностик? Это разные вещи. Но имеется не то, чтобы страшно. Это я тоже к этому нормально отношусь. Но когда человек отрицает совсем какие-то вещи, святые вещи. Да? Угу. Ну, это да. Странно, когда уезжает. Например, в последнем случае операции Жусан. Например, одна девушка, она уехала, она приняла ислам, начала практиковать 17 лет, и через год уехала в Сирию. Ну, как может у человека за год быть такие знания, она... Как она могла за год уверивать какие-то вещи, постигнуть религию, постигнуть ислам, чтобы вот взять и... Конечно, это, наоборот, так и из-за незнания религии, и из-за незнания, и из-за отрицания. Где же ислам повод просто? Это... Ну, здесь, открыто, честно говоря, это безграмотность. Безграмотность, из-за этого, да. Безграмотность тоже. То есть, когда человек в элементарных вещах не разбирается. Грамотность – это не диплом с окончанием школы или... Который требуется для тендеров. Для университета диплома, да. А грамотность – это как бы понимание каких-то вещей, какие-то базовые знания, да. Понимание жизни. Просто книжки читать, просто понимание жизни, да. Ну, каких-то базовых вещей. Когда люди в элементарных вещах не понимают, не разбираются, не высваивают, не впитали в себя, конечно. Надо же немножко... Вот Бог дал человеку и сознание, и сердце. Вот мы должны с сердцем и с сознанием относиться рационально к каким-то вещам, уметь. Вот у нас же подкаст как раз называется «Душа, разум, тело», ДРТ. Ого. Типа все должно работать, чтобы... Да? Я забыл. Да. Я забыл. 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 Я забыл.